Дорогие преподаватели, дорогие коллеги, добрый день! Сегодня я хочу представить вам мою новую разработку, которую мы сделали совместно с моим сыном. И называется она A2B1 Level Cambridge Assistant. То есть кембриджский ассистент. Что это такое? Кембриджский ассистент мы создали в виде бота, в формате бота, для того, чтобы помочь вам и вашим кандидатам запомнить все use of English, которые есть на этом уровне, а именно prepositional phrases и phrasal verbs. Как вообще возникла идея создания этого бота? Из года в год после вручения кембриджских сертификатов я спрашиваю у своих ребят, у учеников, у кандидатов, как можно было бы улучшить подготовку к экзамену. И они все хором мне, независимо от уровня, говорят, что они хотели бы digital materials. То есть им больше всего удобнее, конечно, работать из телефона, из фланшета или из ноутбука. Не с книжками. Они с собой книжки не носят. Вы знаете, что у меня есть лист. Лист phrasal verbs, который я собрала очень-очень carefully, очень-очень thoroughly, прям-таки из всех учебников, из всех тестов, самых последних, которые только у нас есть. И вот лист phrasal verbs вместе с definitions. Я все расскажу на примере уровня А2, а так то же самое, как бы, есть у нас, соответственно, на уровень В1. Это лист phrasal verbs, их достаточно много. Это лист prepositional phrases. То есть то, что они должны знать прямо inside-out, look at, wait for, good at и так далее. То есть все самые сложные моменты я собрала. Можно своим деткам напечатать их, да, то есть вот в таком формате я печатаю. С одной стороны prepositional phrases, там, да, с другой стороны phrasal verbs. Но проблема в том, что этот листик, как бы, он теряется, и он не помогает запомнить. Кроме того, без бота у меня занимало время на уроке для того, чтобы дать им перевод нужный, такой, какой должен быть нужной фразы, phrasal verbs или prepositional phrases, и заучить. Так вот, с помощью этого бота ребята, кандидаты, будь это подростки, будь это взрослые, в удобном формате изучают самостоятельно, а вам на уроке нужно будет только проверить и вывести это все в спикер и в активный язык, как бы, да, в productive language. Я сейчас коротко вам расскажу, как это все работает, да. Значит, смотрите, по этому листу, да, мы разбили, с моим сыном, да, мы разбили это все на parts. То есть, например, на уровень A2 у нас prepositional phrases разбиты на 8 parts. В каждой части идет до 8 prepositional phrases. Phrasal verbs у нас разбиты на 4 части, соответственно, да. Значит, что здесь важно, что в этой части написан именно перевод уровня A2. Ну, например, вот take off, да. На уровень A2 take off они знают только, как снимать одежду. В то время как на B1 они знают его и как снимать одежду, и самолет, когда он взлетает. Это тоже take off. Поэтому все здесь как раз-таки написано с переводом, с примерами нужного им уровня, да. На уровень B1, соответственно, да, у нас 7 частей prepositional phrases и 7 частей phrasal verbs, да. Итак, я расскажу вам, что получают кандидаты, да. Кандидаты подключают, или вы их подключаете, этого бота к себе в ВКонтакте. Вот так это выглядит в ВКонтакте, да. Итак, вот так выглядит наш бот. Мы пишем ему hello. И бот нам предлагает, да, выбрать уровень A2 или B1. Еще раз повторюсь, что я все покажу сегодня для уровня A2. А вам, соответственно, то же самое можно будет сделать и на уровень B1. Итак, что видят кандидаты, да. То есть вот им прислал он hello, я Cambridge Assistant, выбери свой уровень. Я выбираю A2. Он предлагает мне now choose what you want to learn. Phrasal verbs или prepositional phrases. Давайте начнем с phrasal verbs. Phrasal verbs на уровень A2, как вы помните, у нас из 4 частей. В каждой части части до 8 глаголов, да. Итак, вот что у нас видят кандидаты, да. Look after. То есть все это сделано по тому листу, который я вам сказала, да. Look after. Нажимают на него look after. И он их ведет куда? Он их ведет в Cambridge Dictionary, где у них есть эта фраза, где мы видим с вами уровень, подтвержденный A2, и где у них есть перевод и пример, да. Значит, что мы с вами как учителя делаем? Мы, we teach them autonomy. We teach them responsibility. So they do it all at home, not in the class. This is crucial, да. So they take responsibility for their education. You raise their autonomy. Таким образом, мы, я своим кандидатам рекомендую делать следующее. У нас есть часть в тетради, которая называется My Phrasal Verbs. И еще одна часть, которая называется My Preputational Phrases. Есть три колоночки. В первой колоночке они пишут английский вариант look after. Во второй колоночке они самостоятельно вот так вот дома выписывают перевод, присматривать за кем-то или за чем-то. И в третьей колоночке они выписывают пример. Вот, например, could you look after the children while I am out? С другой стороны, вы показываете им, что есть такой ресурс, reliable resource, как dictionary, Cambridge dictionary, да. Все эти ссылочки ведут либо на Cambridge dictionary, либо на Oxford dictionary. То есть это very, very reliable resource. Иногда, очень иногда, то есть процентов 10, может быть, здесь будет немножко другой какой-то словарь, but it's also very, very reliable. То есть мы учим детей не только автономности и самостоятельности, да, но, опять же, это удобный для них формат изучения, и мы не теряем время на уроке, что очень-очень важно. То есть вы задаете им, сегодня вы изучаете в боте, при позиции, там, Phrasal Verbs, Part 1. Возьмем другой пример, например, look for, да. Вот здесь как раз-таки тот вариант, когда я говорю, что это не Cambridge dictionary. Вот look for, и перевод, искать, и два примера. Look for pair of shoes. С переводом. То есть все это как раз-таки, понимаете, доступного, понятного уровня А2, да. Вот come along, например, да. Сопровождать, идти вместе. If you want, you can come along. И так далее. То есть все очень понятные, доступные им примеры. После того, как они эти раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь слов самостоятельно изучили, выписали в тетрадку, видите, здесь есть волшебная кнопочка Quizlet. Они переходят в Quizlet. Я думаю, что преподавателям не надо объяснять, что это такое. В видеообъяснении для ребят я сказала, что им нужно закачать этот аппликейшн, если они его используют с мобильного телефона или с планшета. Вот, и вот тут уже готовый сет Quizlet как раз-таки по тем definitions, которые были даны на английском языке. И я своим ребятам советую делать в таком порядке. Карточки, потом заучивание, потом письмо. Вот таким вот образом мы с ними работаем. И так вы делаете со всеми остальными частями phrasal verbs. Значит, что остается вам? Вам только остается на уроке поиграть в тот же самый Quizlet или поспрашивать у них эти слова. То есть мы все это, они делают дома. Давайте покажу вам prepositional phrases. Prepositional phrases у нас разбиты на 8 частей. В каждом до 8 prepositional phrases. Как работает prepositional phrases? Нажимаем на part 1 и вот видим, что нам дано. Например, look at. Дан перевод, смотреть на. И даны 3 примера. Примеры как раз-таки даны, я сама их писала, именно уровня А2. Опять, ребята или кандидаты ваши выписывают их к себе в тетрадочку, где у них написано my prepositional phrases, и изучают дома. Пишут английский вариант, пишут русский вариант и пример. Можно написать один пример. И если во время урока ослик забыл то или иное слово, он всегда может открыть кембридж-бота и посмотреть, что там знает, без того, чтобы учитель ему постоянно это повторял. То же самое есть кнопочка Quizlet и prepositional phrases. Но в prepositional phrases мы создали для вас папку, в которой есть 3 сета. Чем они отличаются? Этот сет у нас, с чего я рекомендую начать. Вот так он называется. Prepositional phrases part 1. Потому что здесь они пишут вам preposition. Вот так. Look at, wait for, a lot of и так далее. Это первый сет. Также мы идем к карточке, потом заучивание, потом письмо. Второй сет я рекомендую делать. Это translation. То есть им дано. Здесь как раз-таки так, как это было в боте, тот перевод. A lot of. Это много, да. Thank to. Благодаря кому-то и так далее. Вот здесь вы видите, да. И здесь они уже, соответственно, отрабатывают это досконально. Но есть еще и третий сет для того, чтобы помочь им еще лучше отработать. Это examples, да. То есть те предложения, которые были у нас даны в качестве examples, здесь у меня пропущены, видите, да, сами слова. Написана только первая буква. Web and for. И ребята должны писать wait for, например, там, да. Или пропущено L и A, только вставлено look at me. И ребята должны по смыслу предложения вписать эти слова. Как вы видите, таким образом они что? Не просто запоминают слова, да, и играют в них. Таким образом они уже могут использовать их и в предложении. И все три сета, они уже играют до того, как придут к вам на урок. То есть получается, что изучение всего Use of English вы им отдаете домой. И поверьте мне, в формате бота это очень-очень понятно всем нашим участникам, всем нашим ученикам. Формат бота им очень близок и очень понятен. Тем более, что у меня есть специально записанное видео и для учеников, которые они получают сразу, когда заходят в наш Cambridge Bot. Кроме того, так же со всеми Other Parts, естественно, у нас сделано. То есть вот таким образом и фрейзерверс, и припозитивный фрейзерверс они изучают. И то же самое у них идет на уровень B1. Получается, что этот бот ребята приобретают, или вы его приобретаете, минимум на два года. Это если вы A2 идете за год и B1 идете за год. А так и на четыре года. Сколько же стоит такой замечательный бот? Кембриджский ассистент у нас стоит всего 100 рублей. При условии, что преподаватель заказывает не меньше 10 ботов. Для того, чтобы этого бота заказать у меня, мне нужно, чтобы вы прислали мне ID, ВК-ID ваших кандидатов. Ну и оплату любым удобным вам способом. После этого мы их добавляем в закрытую группу Кембридж бота, и они работают. Также мы добавляем бесплатно, соответственно, и учителя. Кроме того, если преподаватель заказывает 10 ботов плюс, то он получает в подарок вот такую вот методическую рекомендацию от меня. Значит, что здесь есть для преподавателей? Краткое описание бота. И на А2 все ссылочки, которые я только что вам показывала, на игры. Квизлит и еще не только квизлит, но и кахут. То есть, парт 1 ребята изучили дома? Вы пришли на урок. Открыли им этот парт 1. Вот так он у вас открывается из методической рекомендации. Выбрали любой, который хотите. И просто проверили, каким образом создаем игру live. Ребята открывают свой квизлит, случайные команды. Или там, я не знаю, как вы хотите это сделать. Отдельно по игрокам тоже можно делать. Они вводят в квизлите этот код. Или просто сканируют код. И между собой они соревнуются, как это делать. Все. Больше вы ничего не делаете. Также по всем prepositional phrases. То есть, уже готовые сеты. Вы помните, что там у нас 3 папочки. Поэтому на любой. То есть, если вы 3 раза с ними просто поиграете, это все, ребята очень оценят. То есть, им поможет это. То, что они дома сделали, еще лучше изучить. Каждый раз вы нажимаете на кнопочку live. У ребята это доступно с телефона. А вам нужен один компьютер для того, чтобы эту игру set up сделать. Каждый раз команды, если вы будете по командам делать, они перерасформироваются автоматически. Каждую игру live. Таким образом, вы use of English превратите в геймификацию. То есть, мы геймифицировали максимально весь use of English для уровня А2 и Б1. То есть, в А2 prepositional phrases у вас есть 3 игры. Phrasal verbs – одна игра, соответственно. Вот это ссылочки на Quizlet. То есть, у вас папки с prepositional phrases. В каждой папке 3. Я объясняла вам разницу. И с этой phrasal verbs там у вас одна игра. Одна. Там не 3. Там одна. Также уже готовы для вас игры на Kahoot. То есть, сегодня вы поиграли с ними в Quizlet. На следующий урок вы закрепляете это все с помощью Kahoot. То есть, уже готовые сеты. Опять же, только set 1. Здесь сейчас вы увидите только part 1. Только первую часть. Нажимаете кнопочку play. И все у вас уже готово. Teach. Я думаю, что все знают, что такое Kahoot. Мне не нужно это говорить. Ребята тоже должны иметь это приложение у себя. Лучшее приложение. Они просто вписывают этот Game Pin себе в приложение. Когда они скачают приложение, вот здесь внизу будет написано Enter Pin. Он сейчас загружается у меня. И вот здесь сейчас появится у нас Number. И вот этот Number они туда вставляют. И все. И опять же, мы играем. То есть, что мы с вами делаем, получается? Что мы полностью с вами геймифицировали процесс изучения Use of English. И поверьте мне, я думаю, что не нужно много распинаться и говорить о том, насколько полезный Kahoot, насколько полезный Quizlet. Вы не теряете время. Вы, наоборот, геймифицируете это все. В актив они помогают все это вывести в актив. И самое главное, чтобы вы не теряете время на изучение, перевод, примеры самих слов. Кроме того, вы, конечно, получаете list of A2 prepositional phrases, которые я вам показывала. Вот этот. Вы получаете, соответственно, list of phrasal verbs, естественно. И что еще здесь есть для вас? Вот. Prepositional phrases check cards. То есть, в какой-то денечек вы, хоп, сделали эти карточки. Значит, здесь у нас следующее. Смотрите. Один цвет – это один сет. То есть, они идут по порядку. Black one – it's part one. Pink one – it's part two. И так далее. Это part three. Это part four. То есть, если у вас, допустим, как у меня, 8 учеников в группе, то вы вот это все печатаете. 8 листов, да. Можно с разной стороны печатать, с одной, со второй, но при этом поменять сеты можно. Вот. И ламинируйте. У меня они заламинированы, эти карточки. И я их разрезаю, да. И они приходят фломастерами, подписывают, потом сами стирают. И так друг дружку можно тоже проверять, да. То есть, когда-то это индивидуальная работа, как я вам сейчас сказала. То есть, они взяли фломастер и вписали look at, там, или look for. Потому что и так, и так правильно, да. A lot of. Stamp to. Stamp for. Something. Wait for. И так далее. Потом открыли бота или открыли свои записи, проверили себя, да. Вот такая работа может быть с этими карточками. И второй вариант – это pair work. То есть, один ученик держит эту карточку, да, и называет look at. А второй открыл свою тетрадку и проверяет его, да. Пока тот называет все, что есть. Вот. И потом поменялись в парах, соответственно, да. То есть, вот таким образом можно использовать эти карточки. Но и это еще не все. Что у меня еще для вас есть? У меня есть специальная презентация с the most difficult prepositional phrases. То есть, когда они уже все-все-все prepositional phrases выучат, вы увидите, что вот эти западают больше всего. Вот из моего опыта уже второй год я готовлю по новому формату. Эти прямо самые-самые сложные. И по ним у меня есть для вас специально подготовленная презентация с примерами и с нужной, как бы, отработочкой, да. Повторяю, все это вы получаете от меня совершенно бесплатно. И вот это очень важное phrasal verbs and definitions, PPT. Я ее уже открыла для вас заранее. Значит, здесь у нас что идет? Тоже они идут по упорядочку. То есть, выучили ребята phrasal verbs set 1. Кроме kahut, кроме quizlet. Уже для вас вот такая презентация готова есть. То есть, take care of. Согласно нашему сету, это look after, да. Clean plates, это wash up. Или do the washing up. Search, look for, соответственно, да. То есть, вы им показываете это. По очереди я их гоняю по кругу, например, кандидатов, да. Или кто самый первый выкрикнет ответ, да. I feel excited about something that is going to happen. Это look forward to. И потом вы нажимаете кнопочку, и появляется правильный ответ, да. То есть, уже вот такая готовая презентация тоже есть для вас. Все это, еще разочек говорю, вы получаете бесплатно. Когда заказываете, у меня 10 ботов всего. На самом деле, на нашем сервере мы всего можем продать 100 ботов таких, да. Но 10 это не ограничено для вас. То есть, вдруг вы хотите у меня взять все 100, пожалуйста. Вы можете быть первая, кто получит этого кематического бота. Повторюсь, цена одного бота на одного человека, это 100 рублей. Если вы так посчитаете себе, да, то сколько стоит ваше время. То есть, я, например, своим ученикам сама покупаю и оплачиваю, и говорю им, что это вам в подарок. Всем ребятам уровня А2В1 кембрический бот дается в подарок, да. Я могу себе это позволить. Посчитайте, сколько стоит ваше время на уроке, чтобы дать все им эти prepositional phrases, чтобы отработать с ними эти prepositional phrases и phrasal verbs. Кроме того, здесь же и А2В1 вместе. То есть, это, в принципе, от 2-4 лет. Я думаю, что 100 рублей это просто ничего за то, чтобы ребята в удобном формате дома самостоятельно это все изучали. А вы бы только геймифицировали весь этот use of English. Поверьте, они дома это все вполне способны уделить там 10-20 минут для того, чтобы это изучить. А ваша цель с ними в это все поиграть, чтобы вывести в актив. Для заказа кембрического бота, пожалуйста, обращайтесь лично ко мне. Вы знаете, посредников я не имею. Успехов вам в подготовке ваших А2 и Б1 кандидатов. А я, как всегда, помогу, чем смогу. Ваша Ольга Элькальзас.